Если брать обычную человеческую жизнь, то действительно можно пользоваться лозунгом, сохраняющим внутренний покой по поводу того, что прошлое несет печали, а будущее несет тревоги, и лучше жить настоящим днем. Но если речь идет о научной и практической жизни, профессиональной, то мы, конечно, всегда хотим заглянуть в будущее, и именно эта попытка заглянуть туда за горизонт, она и движет прогресс. А другое дело, что заглянуть в будущее мы можем только отталкиваясь от того, что видим в настоящем. И, честно говоря, к сожалению, эти прогнозы очень и очень неточны. Я вот как раз делился с коллегами тем, что сегодня, не сегодня даже, а вчера, когда у нас сократили срок действия ковид-сертификатов внезапно с года до полугода, пересчитал интервью академика Гитлсбурга от Майя, где он говорил, что точно помогает на два года, но, скорее всего, на пять, а может быть и пожизненно. Но учитывая, что в отличие от академика я ничего полезного не изобрел такого, то я не могу такими словами оперировать. И здесь я должен признать, что действительно горизонт прогнозирования у нас очень и очень невелик. Потому что, если мы задумаемся, то и посмотрим, например, досье препаратов, если речь идет, например, о лекарственном лечении, которые с треском провалились, и досье препаратов, которые стали блокбастерами, то окажется, что на уровне предклиники и ранней клиники они были все, в общем, примерно вровень. И, собственно говоря, вот как раз, начиная думать о том, что рассказать в этой вступительной лекции, передо мной стоял вопрос, почему так происходит, и как из изобилия информации каждый из нас получает огромное количество новостных рассылок, в том числе посвященным и новым препаратам, и новым каким-то подходам, как можем ли у нас вообще возможность выбрать алмазы, если даже большая фарма и академические институты так часто промахиваются в своих прогнозах. Но ответ, честно могу сказать, вот сейчас для меня он однозначен, что, к сожалению, мы не можем увеличить точность прогноза в ближайшем будущем, но можем ли мы сделать что-то для того, чтобы эта точность прогноза увеличилась. И вот здесь вот мне помогли те люди, я люблю, честно могу сказать, научную фантастику, те люди, которые действительно заглядывают за горизонт, иногда очень далеко, просто в силу того, что их, ну как бы, да, особо ничего не сдерживает. Это мое открытие недавнего времени, я, честно говоря, не думал, что я с таким увлечением буду читать китайскую научную фантастику, прекрасные совершенно книги, но именно они не подсказали мне понять, что нужно сделать для того, чтобы увеличить точность прогнозирования. Но это помогло мне чеще сформулировать, в чем же проблема с долгосношными прогнозами в нашей специальности. И, ну, там одна из сюжетных линий звучала следующим образом, что зловленные малопалентяне для того, чтобы сдержать прогресс земной цивилизации, они запустили некие, как бы, да, элементарные частицы запрограммированные, которые не давали возможность проводить физические опыты, подтверждающие теоретические гипотезы. И, соответственно, с одной стороны, земляне обладали промышленной базой, которая позволяла воспроизвести что-то, обладали людьми, которые внутри головы, ну, как бы, да, теоретические физики, математики и так далее, могли формулировать определенные гипотезы, но не обладали на тот момент, как бы, да, у них изъяли возможность экспериментально опробировать и подтверждать те теоретические гипотезы, которые возникли. И вопрос в том, что это действительно сделало невозможным прогресс науки, потому что проверять сразу в практике, в широкой практике любую теоретическую гипотезу – это очень тяжело, это очень опасно, особенно если речь идет о физике или если речь идет на самом деле о медицине. Но при чем же здесь, как бы, да, онкология и в какой области, с моей точки зрения, будет реальный прорыв, который позволит нам двигаться вперед быстрее. Фундаментальные науки, но на самом деле фундаментальных исследований у нас уже очень и очень много. Объем, который сгенерирован людьми, изучающими геном клетки, эпигеном клетки, сигнальные пути и так далее, он огромен. В одном сигнальном пути, как бы, да, там человек может оставаться всю свою жизнь и открывать все новые и новые участки этого сигнального пути. И здесь мы видим, честно говоря, периодически феерические прорывы, но они, к сожалению, абсолютно непрогнозируемые. То есть мы заранее не можем сказать, какой из прорывов, какая методика окажется прорывной. И с другой стороны, мы обладаем уже очень хорошим инструментарием, который позволяет адаптировать практически любую методику, которая к нам придет. Проблема в том, что при таком объеме теоретической базы и мощностях клинической медицины у нас есть огромные проблемы с доклиническими и клиническими исследованиями. Кто лучше, чем Джуде Фолкман, человек, который, как бы, да, является отцом теории ангиогенеза, характеризует проблемы с предклиникой. Если бы вы были мышью, то я вас бы обязательно вылечил, да, ну или там в другом интерпретации, вы мышь, у вас рак, я вас вылечу. Мыши выздоравливают прекрасно, клеточные линии гибнут одна за другой, да. Но как только это выходит в клинические испытания, оказывается, что отсеивается больше 90% того, что прошло предклинику. У нас нет хороших моделей, которые позволяли бы с большой степенью прогнозировать, большой степенью вероятности прогнозировать успех в клинике. Но это еще полбеды. Если бы у нас была система эффективная и быстрая система отсечения этих неудачных гипотез в клинике, тогда бы мы тоже двигались быстро. Но, к сожалению, получается, что и система клинических испытаний, которая появилась тогда, когда у нас было 1, 2, 3, 4 препарата, и можно было проводить большие рандомизированные исследования, а когда их было 1, 2, 3, как бы, да, они большими и не были, потому что по сравнению с отсутствием лечения, в общем, достаточно легко можно было добиться эффекта. То сейчас, когда нужно тестировать тысячи гипотез, приходящих из предклиники, и отсеять из них 90%, система клинических испытаний оказывается малоэффективной. И поэтому мы на самом деле действительно ждем годами результаты клинических исследований и до конца никогда не знаем, будут ли они успешны или нет. Более того, к сожалению, иногда мы не знаем ответы после конца, если посмотреть, как бы, да, ускоренную регистрацию препаратов, когда спустя какое-то время оказывается, что гипотеза не подтвердилась, и препараты потом отзывают. Можно ли быстрее? Ну, на самом деле, ответ достаточно прост. Если посмотреть на COVID-19, то мы увидим, что от проблемы до вакцины прошло всего 8 месяцев. Первые случаи были в 12-м 2019, как бы, да, первые вакцины были зарегистрированы в августе 2020-го. И это явно, что здесь система доказательной медицины и вот этой громоздких исследований немножечко подвинулась. Так что, в принципе, проблема, как мне кажется, основной сдерживающий фактор, который у нас есть, она лежит именно в области транзита между фундаментальной наукой и практикой, а именно как раз в тех самых клинических и доклинических исследованиях, которыми от сил, ну, будет, как бы, да, посвящена эта сессия. Это то, что мы реально можем сделать, и это универсальный механизм. Если хотя бы одну из вот этих вот составляющих удастся взломать, счастье будет, если обе, конечно, но или если мы создадим предклиническую модель с высоким прогнозирующим потенциалом, или если мы придумаем, как бы, да, тот механизм, который позволит проводить клинические испытания, не так долго, не так мучительно и не так дорого, то это будет реальный прорыв в области лекарственного лечения, вне зависимости от того, к какой области онкологии это, как бы, да, относится. Так что, если ускорить хотя бы один из компонентов этой трансляции, то я думаю, что мы можем бежать со скоростью даже 70 км в час. Спасибо.